Привет, ребята! Это Мэтт Коуэр и курс ControlPaint.com. Сегодня мы поговорим об использовании интерактивных наглядных материалов. Я знаю, что мы и прежде говорили о наглядных материалах, но мне кажется, что стоит еще раз затронуть эту тему. Если я слышу слово аквалангист, то в голове у меня может возникнуть что-то типа этого. Но в реальности аквалангисты выглядят иначе. У них куча различного оборудования. И все это мне совершенно незнакомо. Поэтому, если мне нужно будет нарисовать аквалангиста, то для работы мне понадобится подборка интерактивных материалов типа вот такой. Я говорю интерактивных, так как каждое изображение находится на своем собственном слое. Отметьте также, что каждое изображение было преобразовано в Smart Object, Smart Object. То есть я нашел эти изображения в картинках Google, на сайте Flickr и в других источниках. И затем скопировал их в Photoshop, где задал им класс Smart Object. Например, я могу уменьшить изображение, сохранить изменения и затем снова увеличить это изображение. И при этом оно не ухудшается в качестве. Если вы будете работать с подобными коллекциями, вам определенно стоит освоить горячие клавиши на клавиатуре. Так вам будет проще работать с множеством фотографий в одном окне. Скажем, мне нужно поработать с маской. Она находится на своем собственном слое. Если я нажму клавишу Ctrl и буду использовать инструмент перемещения, то я автоматически выберу и его слой. И так вы видите, я могу переключаться между слоями, просто зажав клавишу Ctrl. Если мне нужно, чтобы маска была на переднем плане, чтобы ее было хорошо видно, то я использую команду Move to Front. Переместить на передний план. То есть просто клавиши работы со слоями. Так вы можете настроить слои в нужной вам последовательности. Так как у меня все объекты это Smart Objects, то я могу увеличить мою маску на время работы. Так я смогу поработать с маской и не отвлекаться на менее важные на данный момент элементы. Некоторые люди предпочитают хранить на жестком диске коллекции изображений и работать с ними по отдельности. Это тоже вариант, но мне лично кажется более удобным и полезным работать с несколькими объектами в одном окне. Уменьшать, увеличивать их, так как мне удобно. Когда я ищу изображения, то часто захожу на сайты компаний-производителей. Так как изображения на этих сайтах очень хорошо освещены. На них отлично видны детали. Вообще, предметы без контекста вне своей привычной области исследования я нахожу именно так. Это как будто покупать вещи в интернете, магазинах. Только вместо покупки я копирую фотографии в окно с наглядными материалами. То есть мои материалы, они очень четкие и очень ясные. Когда я буду работать над собственными иллюстрациями, то мне будут видны абсолютно все детали. У меня не будет проблем из-за того, что какие-то элементы будут скрыты тенью. Но иногда бывает полезно добавить также и фотографии предметов в их естественной среде. Ну вот, например, вот эту с фотолазом. Здесь вы видите, как отдельные элементы образуют единый образ и единую конструкцию. Конечно, минус таких фото в том, что на них зачастую не все видны детали. К примеру, трудно различить жилет на водолазе. Он закрывает его рукой. Но вот другое окно с наглядными инструментами. На этой панели снаряжение для ледолазания и работы при низких температурах. Тут фото снаряжения для работы при сильных морозах, крутые каски, очки, ну и прочая снаряга. Все эти мелкие детали вы бы никогда сами не придумали. Задание для вас. Найти какую-нибудь крутую профессию. Например, ледолаз, аквалангист, пожарный. Выбирайте сами. И затем вам нужно подобрать для этой профессии нужный материал. Если вам понравился мой метод работы со Smart Object, то это просто здорово. Я рад. Но это вовсе не обязательно. Самое важное – собрать фотографии подходящего снаряжения. Вам нужно понять, какую обувь они носят, есть ли у них специальные пояса, часы, ну и прочие всякие штуки. В общем, подготовка материала – это тоже своего рода искусство. Детали, которые вы позаимствуете из этих материалов, сделают ваши работы интереснее для вашего зрителя. Удачи в поиске материала. А если вам понравилось мое видео, нажмите кнопку лайк внизу экрана. Расскажите о моем проекте своим друзьям. Спасибо за внимание.